Весенняя витаминоз не для нас. С вами Ольга Спиридонова, травница и канал Процветок. И сегодня я расскажу вам, как вполне простыми домашними природными средствами можно поддержать свой витаминный баланс, свою энергию, свои силы в условиях начинающегося дачного сезона, когда вокруг столько много всего. И семена, и саженцы. В магазинах Процветок можно купить всё, что душеньке угодно. Лишь бы хватило сил всё это посадить, удобрить, пикировать. И для этого нам нужны силы, для этого нам нужны витамины. Конечно, можно пойти в аптеку, какие-то брендированные витаминизированные комплексы купить и поддержать своё здоровье таким образом. Но заставляет задуматься такие данные исследований, что из синтетических витаминов на уровне биодоступности у нас усваивается буквально от 30 до 60% того, что мы принимаем. А вот природные витамины у нас усваиваются практически нацело. И при этом приносят дополнительную пользу организму. Могут поддерживать сердечно-сосудистую систему, могут очищать печень, почки, кишечник, желчный пузырь, могут снижать давление, могут помогать снижать вес. И вот про эти интересные природные комплексы я сегодня вам расскажу. Когда мы говорим о витаминах, о фруктах, овощах, в первую очередь в голове возникают, может быть, какие-то там лимоны, апельсины, что-то такое, да, яркое, нарядное, заграничное, заморское. На самом деле нет. На самом деле витамины мы можем извлечь из самых, что ни на есть наших домашних средств. Каким образом? Одним из моих любимых средств поливитаминных является так называемый тибетский эликсир бессмертия, который из себя представляет смесь соков свеклы, морковки и яблока в соотношении один к двум к четырем. Одна часть свекольного сока, две части морковного сока и четыре части яблочного сока. Этот совершенно великолепный комплекс тибетский, где наша свекла, а где Тибет, тем не менее действительно в какой-то степени заслуживает свое звание вот этого вот эликсира бессмертия. Почему? Свекла повышает гемоглобин, великолепным образом растворяет все конкременты в печени, в желчном пузыре, оказывает желчегонное и омолаживающее действие на печень. К тому же она оказывает слабительное действие и помогает очистить кишечник. Имеем в виду, что свекла, свекольный сок, великолепным образом снижает давление на 10-20 единиц. Если у кого-то оно повышенное, имейте это в виду. Или же принимайте свеклу на ночь, потому что после приема сока может возникнуть ощущение такое спокойствие, как у нас в Беларуси говорят, аульной млявости, желание поспать. То есть днем, перед тем, как идти на любимой грядке, наверное, нет смысла принимать такой эликсир. Морковочка – наш любимый провитамин А, каротиноиды, которые оказывают противоонкологическую коррекцию в организме, помогают укреплять противоонкологический иммунитет, а также витамин А – это витамин молодости, это витамин, который защищает нашу кожу, это витамин, который защищает наши сосуды, который дает нам защиту нашим гормонам, нашим надпочечникам и в целом помогает нам чувствовать себя бодрыми и энергичными. Ну и яблоки – это витамин С, это аскорбиночка наша любимая, которая поддерживает и укрепляет наш иммунитет, наш противовирусный иммунитет и плюс ко всему укрепляет наш, в принципе, противовоспалительный статус. А также это железо, которое поддерживает гемоглобин в крови, а также это противоотечное действие, а также это действие, снижающее холестерин в крови. Смотрите, наши сплошные запасы еще, может быть, у кого-то остались с прошлого года – свеколка, морковка и яблочки. Все это дело в соотношении 1 к 2 к 4 прокрутили на блендере, отжали сок, а из жмыхов, кстати, вполне можно сделать конфетки. Если добавить туда, например, молотый лен, молотые какие-нибудь орешки, и можно немножко фиников для сладости. Чуть-чуть присолить, скатать шарики, обвалять их в том же молотом льне. Вот эти вот так называемые конфетки, они могут 2-3-4 дня храниться в холодильнике. Размером можно их сделать и с вишенкой, и с грецкий орех. При этом они, опять-таки, вычищают печень, вычищают кишечник, помогают сбросить вес, помогают снизить холестерин, снизить аппетит и тоже насыщают организм витаминами. Вот, вы видите, подручный материал, а какая польза поливитаминная для нашего организма. Еще одной очень такой великолепной смесью, которая называется, я бы тоже назвала, эликсиром бессмертия, является так называемая паста Амосова. Возможно, вы про нее слышали. Ее можно варьировать в разных комбинациях, но смысл в чем? Берем по 100 грамм кураги, чернослива, изюма, грецких или кедровых орехов, лимона, все по 100 грамм, и 50 грамм меда. Все это, разумеется, вычищаем, вымываем и прокручиваем на мясорубке или на блендере до однородной пасты. Эту пасту, причем лимон, можно брать вместе с кожурой. В кожуре содержится витамин ПП, который укрепляет наши сосуды и также служит нашему противовирусному иммунитету. Эту пасту складываем в баночку и ставим в холодильник по одной столовой ложечке два-три раза в день, запивая чаем, просто вместо варенья к вашему чаепитию. Эту очень вкусную вещь вполне можно применять. Что она делает? Укрепляет сердце, очищает сосуды, повышает наш поливитаминный баланс. И при всем при этом это просто-напросто вкусное лакомство. его состав можно варьировать. Если у нас проблемы, например, с гемоглобином, туда можно добавить 50 грамм зернышек граната, например. Если у нас проблемы с кишечником, кишечник вялый, например, за счет аутоиммунного тиреидита или гипотиреоза, мы можем добавить туда 50 грамм порошка сены. Если у нас проблема с женскими гормонами преклимактерический, климактерический возраст, мы можем добавить туда семена молотые, белого льна, например, семена клевера. Можем добавить порошочек солодки, буквально чайную ложку на всю эту массу. И таким образом обогатим эту массу фитоэстрогенами. Смотрите, просто, доступно, дома. А поддерживаем все уровни здоровья. Я постоянно рассказываю об этом, обучаю своих студентов в своей фитошколе Дивея. Ну и с вами я с удовольствием делюсь такими вот секретами. Какие еще варианты мы можем использовать? Если мы любим пить чай, после наших дачных хлопот нам надо отдохнуть и надо попить чаю. Мы можем не просто попить чаю, а можем сделать какие-то варианты смесей, которые обогатят опять-таки наш организм витаминами. Каким образом? Ягоды. Если у кого-то в морозилке есть замороженные ягоды, это здорово. Причем все равно какие-то будут ягоды черные, смородина, малина, облепиха, ежевика, черника, земляника душистая. Если у вас этих ягод нет в заморозке, то вы вполне можете эти ягоды купить. Сейчас они очень часто продаются в гипермаркетах. И сделать, например, такие смеси. Ягоды или ягодное пюре облепихи толчем, толкушечкой, завариваем горячим черным или зеленым чаем и добавляем ложечку меда. Получается вполне себе неплохая поливитаминная укрепляющая смесь. Также мы можем зеленый чай обогатить листочками мяты, палочками корицы, буквально на треть чайной ложечки какой-то, и той же ложечкой меда. И получается тоже неплохая поливитаминная смесь. Мы можем смешать цедру лимона, сушеные ягоды, земляники или клубники, или замороженные, купленные где-то в гипермаркете, или достать из своей морозилочки, и обогатить все это мятой или мелиссой. Мы можем смешать листочки мяты, долечки лайма, малину и мед. Можем добавлять в чаи, например, имбирь, а можно сделать такую смесь. Имбирь, корень имбиря. Можно порошкованный, но лучше свежий купить в магазине, сейчас вполне он продается. Прокрутить на мясорубке с оставшимися в морозилке, например, ягодами смородины, малины, черники. Добавить туда мед в эту смесь и опять-таки эту баночку поставить в холодильник и по ложечке, по чайной ложечке, по столовой ложечке два-три раза в день применять. Это будет вполне себе очень и очень неплохая поливитаминная смесь. Морсы. Не забывайте про морсы. Опять-таки наши ягоды, которые хранятся в морозилке, вполне могут не просто использоваться в какие-то компоты, а могут использоваться в морсы. Смотрите, берем травы, которые вам подходят, ту же ромашечку, ту же мяту, можно брусничник, можно зверобоя чуть-чуть. Делаем жиденький отвар из расчета чайная ложечка на литр, можно на полтора литра. И на этом отваре варим морс, добавляем туда ягоды, смородину, ежевику, малину, все, что у вас есть. И получается великолепный поливитаминный насыщенный морс. Заправляем его медом и ваше здоровье в ваших руках. Самый простой вариант, если у вас где-то завалялись, а не завалялись, вполне можно купить на рынке в аптеке сушеные ягоды. Шиповника, рябины, боярышника. Берем по горсточке этих ягод, бросаем в термос, завариваем полутора литрами кипятка, ночь настоится. Утром у вас нежный, вкусный поливитаминный напиток с ароматом яблока и розы. И, как видите, это все достаточно неплохо работает. Используем эти рецепты, набираемся сил для дачного сезона. Покупаем рассаду, семена в магазинах про цветок. Если вам этих рецептов мало, приходите к нам на курсы фитошколы Дивея, и вы будете веселы, счастливы и здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok